Всем привет! Я Мила и сегодня я сделаю для вас обзор нового для моего канала бренда Colorflex. Это российский инди бренд. У Colorflex пополнились две коллекции. Коллекция коллабораций и Хэллоуин. И эти лаки я вам сегодня покажу. Поехали! Начну с хэллоуинской коллекции. Здесь три лака. Первый лак называется Spectre. Это матовое серое акриле с зеленым подтоном, с добавлением рваного черного и разноразмерного неонового салатового глиттера. У этого лака светлый, приятный серый оттенок. Текстура у него желеобразная. Первый слой не очень плотный, второй достаточно перекрывает ногтевую пластину, но в некоторых местах, там где слой тоньше, немного просвечивал. Поэтому я нанесла третий слой. Глиттера в этом лаке много и на кисть хорошо набираются все его виды и не нужно ничего дополнительного лавливать. Он может немного перекрываться базой, но за счет яркого цвета его все равно видно. В целом это очень красивый и интересный лак. Второй лак Phantom. Это сложный серо-синий оттенок с содержанием большого количества серебряной и розовой металлизированной слюды и металлизированного фиолетового глиттера. Это хороший послушный матовый лак с богатым наполнением. Он показался мне даже более послушным, чем предыдущий. Первый слой у него тоже не плотный, а вот второго хватило, чтобы полностью перекрыть ногтевую пластину. Наполнения в нем много, оно разнообразное. Слюда в нем некрупная, рваная и финиш почти гладкий. На мне два слоя. И третий оттенок из этой коллекции Ghost. Это белое с каплей розового крыле с добавлением золотого глиттера и розовой металлизированной слюды. Это очень нежное, воздушное крыле. По текстуре напомнила первый лак. Такие около белые оттенки часто бывают очень капризными, но этот, несмотря на то, что в один слой лежал немного неравномерно, отлично выглядит в два слоя. В зависимости от нанесения может понадобиться третий слой, но мне было вполне достаточно двух, что очень радует. Начинки тоже много, она также хорошо вылавливается и ее прекрасно видно сквозь базу, хоть она и не контрастная. На мне два слоя плюс топ. А теперь перейдем к коллекции коллабораций. Здесь пять лаков. Первый лак называется Rusty Heart. Это коричнево-карамельное крыле с зеленым шиммером и мультихромной зеленой слюдой. Это очень интересный лак с небанальным сочетанием оттенков. Зеленый шиммер красиво контрастирует на коричневом фоне. Шиммер очень яркий, его отлично видно и под углом он шифтит в розовый. Слюда мелкая, не мешает нанесению и тоже шифтит, но уже в голубой оттенок. Лак очень послушный, очень приятно наносится. Я наносила его тонкими слоями, поэтому у меня получилось три слоя. Сохнет лак быстро. Итак, на мне три слоя плюс топ. Следующий лак называется Booked and Busy. Это магнитный темно-бордовый лак с красным бликом и с добавлением золотой металлизированной слюды. Этот лак не супер плотный, но в два слоя полностью перекрывает ногтевую пластину. Его можно носить как намагнитив, так и не намагничивая. В обоих случаях он смотрится очень красиво и мне лично больше нравится даже без намагничивания. У него очень осенний оттенок, а слюда мне напоминает листву. Здесь на видео я магнитила только второй слой и топ, но лак сохнет довольно быстро, поэтому если магнитить все слои, то магнитная полоса будет еще ярче, хотя и так она довольно яркая. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак называется Beauty in Decay. Это красно-коричневое желе с добавлением разноразмерного белого, рваного-серебряного и голографического синего глиттера, а также мультихромный зелено-фиолетовый слюдой. Еще один очень богатый наполнением лак. На первый взгляд кажется, что синий глиттер здесь лишний, но когда наносишь этот лак на ногти, видишь какое-то на самом деле красивое сочетание. Плюс этот глиттер блестит, что делает его еще более интересным. Наполнение в этом лаке, как я уже сказала, много, но оно не мешает нанесению. Финиш у лака, конечно, слегка шершавый. База у лака полупрозрачная, желейная, ему может хватить два плотных, либо три тонких слоя. Я остановилась на двух. Следующий лак называется Silver September, и это красный металлизированный глиттер и линейная голография в прозрачной базе. Голография у этого лака очень яркая, постоянно переливается разными цветами, а яркий глиттер делает этот лак еще более интересным. Наносится он отлично, очень комфортно, быстро сохнет, не течет, не плешивит. Для полного перекрытия ногтевой пластины ему достаточно двух слоев. На мне два слоя плюс топ. И последний, пятый лак коллаборация называется Breath of Siberia. Это желто-горчичное желе с добавлением голографической крошки и мультихромной красно-золотой и зелено-фиолетовой слюдой. Это самый яркий лак из всего релиза, но в то же время оттенок у него довольно осенний. Все в этом лаке напоминает о смене окрасы листвы. Это очень красиво выглядит, к тому же лак довольно блестящий. Так как это желе, то лак довольно прозрачный и в два слоя у меня все еще просвечивал немного свободный край, поэтому я нанесла третий слой. Но слои быстро сохнут, а лак прекрасно наносится. Тоже не полосит, не течет. На мне три слоя плюс топ. Вот такие получились лаки. Я от всей души поздравляю девочек с такими красивыми коллаборациями. Лаки в обеих коллекциях получились очень красивыми и необычными. Также мне очень понравилось качество этих лаков. Они не капризные, послушные и быстро сохнут. Лаки можно приобрести на сайте Wildberries. Они будут доступны в ближайшее время. Пишите в комментариях, какие лаки вам понравились больше всего. Планируете ли вы покупать какие-либо из этих лаков? Также не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на мой канал, а также заглядывать в мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!